Меня зовут Юрий Беликов, я менеджер и маркетолог, по крайней мере так написано в моем дипломе. Но оказалось, эта специальность не для меня. Моя жизнь была похожа на сплошной бег. Я бежал на учебу, потом на работу, а один раз забежал на кастинг. Теперь каждую неделю я получаю задания редакции, освоить ту или иную профессию. Так я должен найти свое призвание в жизни. Я с детства помню, это необыкновенное чувство, когда несешь домой горячий свежий хлеб. Сегодня я попытаюсь раскрыть все секреты хлебных дел мастеров. Ольга Алексеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Я пришел к вам стать пекарем. Очень приятно. Очень приятно. С чего начнем? Начнем с того, что вы должны были пройти медосмотр и предоставить санитарную книжку. Конечно! Как вы только по телефону сказали, все, я полностью прошел. Теперь вам необходимо получить специальную одежду, переодеться, и мы пройдем в цех. Все, хорошо. А где ее получить? Я вам ее выдам. Давайте. Так, это комплект и обязательно головной убор. Вы должны находиться на рабочем месте в специальной одежде для того, чтобы соблюдать санитарные правила. И чтобы шапочку носить, для того, чтобы волос не попал в тесто, в готовую продукцию. Ну да, я понимаю. Представьте, да, вот покупаете хлеб, кушаете и обнаружите волосы. Конечно, это не очень. Все, я переоденусь и сразу к вам. Да? Угу. Вопросы санитарии для пекарей на первом месте. Из-за этого я даже похож на врача. Самое главное, надо не забыть одеть шапочку. Ну, вы понимаете, для чего. И, конечно, нужно помыть руки. Они работают, пока мы спим. А все для того, чтобы каждый мог начать свой день с булки свежего хлеба. Ну, а раскрыть все секреты профессии мне поможет главный технолог Миронова Ольга Алексеевна. Стаж ее работы 27 лет. Ольга Алексеевна убеждена, что пекарь – это не просто профессия, это призвание. Сто лет назад работа пекарей начиналась в три утра, чтобы уже к завтраку на столе у каждого был свежий хлеб. Правда, после вышел закон, запрещающий начинать производство раньше четырех утра. А все потому, что жители близлежащих домов жаловались на шум. В наши дни спрос на свежий хлеб настолько высок, что пекарни зачастую работают круглосуточно, а продукт появляется на прилавках уже в пять утра. Впервые производить хлеб начали около семи тысяч лет назад. По легенде, первый хлеб появился случайно, когда крестьянин оставил под солнцем перемолотое зерно с водой. Так получилась лепешка. Однако, массовое производство хлеба началось с появлением печи. А в некоторых странах такая выпечка приравнилась к делам государственной важности. Например, на Руси маленькие пекарни называли хлебными избами, большие – хлебными палатами. А кремлевская пекарня, готовившая хлеб для царского стола, называлась хлебным дворцом. Что нужно для того, чтобы стать пекарем на самом деле? В первую очередь надо любить это дело, научиться многому. Ну и с самого начала, чтобы стать пекарем, надо знать все этапы технологического процесса. А как понять вот то, что лежит душа именно вот к хлебу? Должны иметь желание работать. Времена, когда хлеб пекли исключительно вручную в небольших глиняных печах, давно прошли. Современное хлебобулочное производство поражает изобилием оборудования, благодаря чему пекарни обеспечивают население хлебом на любой вкус и кошелек. Представители профессии говорят, самое главное в их деле – строгое соблюдение технологий производства. С самого начала у нас происходит прием сырья и подготовка его к производству. На первом этапе это для муки просеивание, потому что в мешках у нас прошиты нитки, чтобы они не попали случайно в тесто, обязательно надо просеять. Плюс еще для того, чтобы насытить муку кислородом, чтобы тесто получилось у нас пышное, необходимо взять мешок, растарить его, высыпать, просеивать. Все, понял. Ну и сколько вот такой мешок весит? 50 килограмм. 50 килограмм? Ой. Что-то. Вы не смотрите то, что я худой на самом деле. Нужно взять правильно мешок. У мешка есть верх, где он расшит. И вы должны его взять таким образом, чтобы... А почему он? Потому что здесь легче расшить нитки, чем внизу. И то есть вот на этом участке работают определенные лица, определенные специалисты? На этом участке у нас работает тестовод, который занимается подготовкой сырья и замесом теста. 50 килограмм хватит же? Нет. Нужно досыпать еще два мешка муки. Два. На порцию нам необходимо 150 килограмм, чтобы выпечь 360 штук готового хлеба. То есть три мешка, чтобы получить 360 булок хлеба. Да. Это на самом деле надо быть очень сильным человеком, чтобы приготовить это все. На самом деле я кручу это не ради забавы. Просто нужно распределить муку правильно, чтобы смесь произошла в правильном порядке. Как говорят технологи, нужной комбинации. Для того, чтобы она не просыпалась за край. Если она будет только в одном месте стоять, она просто через край пересыпется. Смотрите, вот мы сейчас, она засыпется полностью. Мы ее подкатим под стомиссивную машину. Два килограмма соли на 150 килограмм муки. Еще нужно дрожжи. Да, хорошо. Все правильно? Дрожжи перед замесом необходимо раскрошить в мелкую крошку. То есть так неправильно? Так неправильно. Они должны вот таким образом, берем, и мелко, и на соль не бросать, потому что соль угнетает дрожжевые клетки. Каким уровнем как она изгнетает? Ну, потому что это есть в процессе брожения. Дрожжевые клетки – это живой организм. Они просто замедляют брожение. Поэтому сразу нежелательно, чтобы они смешивались с солью. Все равно же, когда пойдет замес полностью. Оно, да, распределится, но когда они непосредственно с солью контактируют, они теряют свое свойство поднимать тесто. Подружаем, 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 подружаем. Все. У нас есть тут два таймера. Держаток скоростная. Есть первая скорость, вторая. Медленный режим и ускоренный. Выставлено время. И для того, чтобы произвести замес, надо просто нажать на кнопку «Старт». И она вам через этот промежуток времени, 11 минут, замесит тесто. Чтобы заместить 150 килограммов муки, нужно еще добавить 96 литров воды, 4 пачки дрожжей и соли 2 килограмма. И после этого это тесто можно отправлять в форму, где получится в итоге хлеб. Кирпич или белый хлеб, ржаной или черный, батон, багет и булочки – это самые популярные виды хлеба. Но на вкус и цвет, как говорится. А может, разница все же и есть? Ну а пока тесто месяца, от Ольги Алексеевны мы узнаем, какие казусы подстерегают пекарей. От чего мы скрываем все постоянно? Вот были ли у вас такие случаи, что вы там, может быть, присолили партию, там забыли ее отправить куда-нибудь? Были, но не пересолили, а наоборот, не положили в самец соль. И обнаружилось это только в самом конце выпечки, когда вышел очень красивый, румяный, даже пережаренный хлеб. Когда мы стали его пробовать, он оказался пресным, невкусным, но зато красивым. Можно разработать, конечно, свой вид какой-то хлеба, но это обязанность технолога. А новичок может только предложить как вариант, допустим, либо рецептуру, либо какую-то идею. А уже потом в ходе отработки вырождается новый хлеб. В какой точке земли вы бы не оказались, вам наверняка предложат национальный хлеб. Для большинства стран выпечка – часть культурного наследия. История, которая насчитывает не одну сотню лет. В почете находятся династии, которые передают рецепт приготовления хлеба из поколения в поколение. Сами же пекари считают себя работниками творческой профессии. Ведь создавать хлебобулочные изделия – целое искусство. А здесь у нас тесто-делитель, который расфасовывает все по формочкам. Но без человеческих рук, конечно, никуда. Жми, не моись. Двигай, следующее. Выглядит на самом деле просто, но это очень тяжело, честное слово. Это нужно… Ловкость рук, во-первых. Это нужно перебирать, правильно форму ставить. Без этого я немножко не справляюсь с этим, и я решил переотправиться оттуда. Мне кажется, там чуть-чуть полегче будет. А этот этап называется расстойка. Именно здесь тесто обретает форму, после которой мы видим обычный, привычный для нас хлеб. Вот через 45 минут у нас выпечка хлеба заканчивается. Готовность хлеба мы определяем по внешнему виду, по упорке, по состоянию. А как понять то, что внешний вид уже хорошо, хорош? Во-первых, определенное время печется, и он должен при определенной температуре быть готов уже. Можно посмотреть? Открывай. Горячо. Жар какой-то. Но он еще не готов. Эта печка входит по кругу, и через несколько минут уже придет готовый хлеб к нам. Осталось где-то 3-5 минут. А сколько, кстати, градусов? Градусов 220. 220 градусов там. При окончании выточки, на начале выточки, температура составляет 260-280 градусов. На начало покажем. У каждого народа есть собственный рецепт хлеба. К примеру, в Германии отдают предпочтение тяжелому хлебу. Французы, известные своей неординарностью и легкостью, выбирают воздушную выпечку. Мексиканцы – желтый с терпким вкусом хлеб из кукурузы. У азиатских же народов хлеб плоский и пресный, будто выжженный на солнце. Хлеб из печи, на самом деле, спасает только перчатки. Очень горячий. 3-4 часа. Именно столько времени требуется для того, чтобы мука стала полноценным хлебом. Аромат хлеба, на самом деле, не передать словами. В Средневековье хлеб использовали не только по своему прямому назначению, но и вместо посуды при сервировке. На стол подавали куски черствого хлеба размером 10-15 сантиметров. После трапезы эти кусочки либо съедали, либо отдавали животным. Стоит отметить, что в современном ресторанном бизнесе идея подавать суп в тарелках из хлеба достаточно популярна и пользуется спросом у гурмана. Ну все, хлеб готов. Но перед тем, как попасть на прилавки магазина, он должен остыть. Современные пекарни оборудованы по последнему слову техники. Пекари стали больше внимания уделять качеству теста. И если раньше мастерам приходилось настраивать печи вручную, то теперь эту работу на себя взяли умные машины. Со сменой условий труда и требования к пекарям видоизменились. Так обязательным критерием стало знание и умение работать с компьютером. Пекарь должен полюбить эту профессию. Он должен быть физически очень выносливым, потому что у нас здесь работа посменная, и она требует большой физического труда. Для того, чтобы стать пекарем, нужно иметь средне-специальное образование. В зависимости от квалификации и уровня образования пекарь может называться по-разному. Изготовитель хлебобулочных изделий – пекарь-мастер. Готовят будущих мастеров как на специализированных курсах, так и в колледжах и университетах. Весь процесс обучения занимает у нас 2,5-3 месяца. То есть у нас идет месяц-полтора обучения теоретическому курсу и месяц работы на практике. Каждый человек получает ту дозу именно работы, которую он должен выполнить, и получить определенные навыки по этой специализации. Специалисты отмечают, пекарь – это профессия, которая была, есть и будет. Сами же мастера нисколько не переживают за будущее поколение, ведь твердо уверены, что никакая машина не заменит человеческие руки. Хлеб – это главный продукт пищевой цепи, поэтому хлеб выпускался во все времена. Специалисты всегда были в почете, всегда были востребованы. Пекари из Акапулька уверены, что накормить можно всех и сразу. В январе 1996 года они испекли самый большой хлеб длиною в 9 метров. До сегодняшнего дня этот рекорд так и остается непобитым. Еще с древних времен считалось то, что пекарь вкладывает собственную душу в производимый хлеб. Сегодня я в этом убедился. Так оно и есть. Задание я выполнил. Жду следующих поручений. Смотрите мое призвание и помните, на все есть свои специалисты. Продолжение следует...